В зале музея Белорусского Полесья идет необычная работа. Работники Гданьского музея Второй мировой войны внимательно слушают и записывают на видеокамеру воспоминания Василия Савила, уроженца деревни Селище, которому на начало войны было всего 4 года. Однако Василий Матвеевич хорошо помнит, как он вместе с другими ребятами играл в войнушку. Даже когда отгремели бои и фронт откатился дальше на запад, война собирала свои жертвы. У нас один капсул разбирал, взорвался в руках, без нас остался. Второй, мой приятный, с одного года мы были, тоже хотел венгерскую противопехотную гранату, разобрал. Разобрал, ничего не осталось от него. Все по кусочкам собирали, похоронили. Поэтому были там угоны. Я сам под пехотную мину в нашем десерии, он такой вот так, сковородок, и нес домой, чтобы взрослым отдать и пойти рыбу душить. Делясь своими воспоминаниями с научными работниками Гданьского музея, Василий Матвеевич говорил и о том, что на долю его поколения выпала великая миссия восстановления разрушенного и уничтоженного войной. Это не только у нас, в Западной Беларуси, но и по Союзу было. Более подняли хозяйство. И наше поколение, я бы не сказал, что мы оправдали всю долгу. Цель визита творческой группы Гданьского музея Второй мировой войны – поиск свидетелей, которые помнят события, связанные со Второй мировой войной. Проект существует вот уже более пяти лет. Собраны видеовоспоминания нескольких сотен очевидцев. Не осталось в стороне и Беларусь. Хотим как можно больше, это последний момент, когда мы можем еще свидетелей истории выхватить и снять с ними интервью. Поэтому стараемся, все силы бросили на то, чтобы как можно больше найти этих людей и запечатлеть их воспоминания на камеры, чтобы впоследствии ученые могли использовать эти материалы, а также другие люди могли бы знать правду историческую, которую эти люди видели на свои глаза. Пока будет свидетель, мы будем стараться ездить, потому что времени уже осталось совсем мало. В Беларуси мы второй раз и собрали около 30 воспоминаний, а в музее есть около 300. Соседняя с Польши Беларусь выбрана совсем не случайно. Нас объединяет и военное прошлое, считают Дмитрий Понто и заместитель начальника отдела идеологической работы «Культуры и по делам молодежи Пинского гореисполкома» Юрий Бушик. Мы ищем все эти войны, в принципе, по всему миру. Нас интересует воспоминание каждого человека, потому что их осталось настолько мало, что через пять лет мы будем кусать в локти и говорить, почему мы не записали как можно больше. Ну и, конечно же, потому что здесь очень богатая история и очень трагическая история, связанная с периодом Второй мировой войны. Мы знаем, сколько трагических событий здесь произошло в Пинске. Это и трагедия мирных жителей, и трагедия евреев, и фронтовые действия. То есть Пинск был главным, важным центром защиты этой территории и партизанского движения. Так что здесь все аспекты истории Второй мировой войны очень хорошо прослеживаются. Исторические события, несомненно, являются той, скажем так, объединяющей платформой, которая позволяет нам налаживать мосты сотрудничества. И кроме этого мы заинтересованы в реализации совместно с Музеем Второй мировой войны Гданьска и Музеем Белорусского Полесья ряда культурно-исторических проектов, которые имеют общие цели увековечения памяти Второй мировой войны. И еще одна немаловажная деталь, которая способствует успешному осуществлению большого проекта. Когда мы работаем с местными музеями, здесь местные музеи, я хотел бы тоже поблагодарить директора музея за помощь, которую нам оказали и местные власти, что именно найти свидетелей истории, это очень тяжело, потому что большинство из них не используют мобильных телефонов, не присутствуют в каких-то социальных сетях, поэтому музеи и местные органы нам очень помогают. Важен каждый человек, каждое сказанное им слово. Оно поможет историям и поколениям, не знавшим войну. Вот в чем видят суть своей работы научной и музейной работники. Мы архивируем на несколько способов. В первую очередь, это, конечно, видеозапись. Участники интервью и музеи, которые нам помогали, получают свою копию этого материала. То есть, чтобы могли внуки, дети, это очень важно для семейной традиции. И также в музее мы используем это часто в презентациях. А также у людей, которые могут прийти, есть отдельный отдел, который этим занимается, и можно прийти, послушать, поинтересуюсь тем, например, кто-то видит, что это с его деревней либо связано, либо здесь воевал его дедушка. А тогда можно просто выбрать в каталоге, прийти, послушать, узнать немного больше об этой территории. Сотрудники музея Белорусского Полесья по достоинству оценили доверие польских коллег и оказали им всяческую помощь и поддержку. Нам эта тема очень интересна, потому что мы ввели и продолжаем вести сбор и экспонатов, и материалов, и воспоминаний тех очевидцев, которые еще на сегодняшний день живы. Приятно для этого сотрудничества тем, что мы надеемся на то, что они будут приезжать еще к нам, и эта работа будет продолжаться. Может быть, будут организованы совместные выставки или совместные проекты. Тема Второй мировой войны и с годами не теряет своей актуальности. Но время торопит. Истинную правду о ней знают очевидцы, которых с годами становится все меньше. Вот почему и сотрудники музея Белорусского Полесья с таким энтузиазмом восприняли проект польских коллег. Интересно это тем, что есть еще люди живы на сегодняшний день, и время неминуемо, ходят они из жизни. А сейчас мы можем с ними познакомиться еще раз, и познакомить наших коллег, и они смогут поделиться своими воспоминаниями. Творческая группа Гданьского музея Второй мировой войны записала интервью и с хорошо известными у нас в городе участниками Великой Отечественной войны Марии Притулецкой, Павлом Климовцом, посетили на дому Игоря Некрасова. Первая встреча сотрудников музея в двух стран не станет последней, потому что цель долгосрочного проекта – успеть записать всех оставшихся в живых свидетелей истории Второй мировой войны. В ходе вот этой первой встречи, которую мы сегодня проводим, мы намерены обсуждать вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова